Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Женщинам без любви жить нельзя, без физической тем более. Распространенная точка зрения, мол, женщины могут обойтись без плоских утех, в отличие от представителей сильного пола, крайне ошибочно. Если женщине все же удается зачем-то побороть в себе желание, отсутствие половых отношений рано или поздно скажется на ее внешности и психическом здоровье. Мы расскажем, какие признаки с головой выдадут неудовлетворенную даму и для чего, собственно, представительницам прекрасного пола необходима регулярная половая близость. Как выяснилось, полозрелой женщине близкость необходима от двух до пяти раз в неделю в зависимости от темперамента. Если же представительница прекрасного пола отказалась от интимной жизни или же близость не приносит ей желаемого удовольствия, на протяжении двух-трех месяцев негативных последствий для здоровья и красоты не избежать. Итак, как выглядит неудовлетворенная женщина? Первое. Она уставшая. Женщина, которая не получает регулярные половые удовлетворения, совершенно не высыпается. В результате помятый вид и синяки под глазами. Оказывается, во время оргазма в кровь женщины выбрасывается гормон окситоцин, который действует как природное успокоительное. Хочешь быть бодрой и энергичной? Занимайся любовью. Второе. Постаревшая. Коллаген, который вырабатывается во время регулярных половых сношений, делает кожу гладкой, шелковистой, предотвращает появление ненавистных морщин и сохраняет заветную молодость надолго. Третье. Она с плохой кожей. Негативные эмоции, вызванные отсутствием половой близости, сами по себе делают женщину менее привлекательной. Словно этого мало, кожа становится сухой, теряется свежесть, упругость и природное сияние. Появляются прыщи. Волосы становятся тусклыми и склонными к выпадению. Четвертое. Она нервная. В результате отсутствия интимной жизни у женщины портится характер. Такая женщина становится раздражительной и нервной. Она кричит, истерит и плачет по пустякам. Разумеется, в таком скверном душенном состоянии невозможно уделять должное внимание семье и работе. Отсюда бесконечные ссоры и неурядицы на карьерном поприще. Пятое. Постоянно она пьет боли утоляющим. Во время полового акта в кровь женщины выбрасывается огромное количество гормонов, которые обладают обезболивающими свойствами. А эндорфины, натуральные аналоги морфина, избавляют женский организм от болевых ощущений. Эстрогены подавляют болевой синдром во время ПМС. А адреналин способен исцелить от легкой головной боли и даже побороть мигрень. Шестое. Она часто болеет. Учтите. Регулярная интимная близость повышает количество антител на 30%. К слову, нехватка интимных отношений не только снижает иммунитет, но приводит к прогрессированию уже имеющихся заболеваний. При длительном отсутствии половой жизни у женщины могут развиться достаточно серьезные проблемы. Маточные кровотечения и даже опухоли в области половых органов. Седьмое. Она все забывает. Во время полового сношения повышается активность гиппокампа. А именно этот отдел головного мозга отвечает за долгосрочную память и нейрогенез. Так что вся эта девичья память от неудовлетворенности, увы. И восьмое. С пониженной она самооценкой. Как ни крути, а отсутствие интимной близости напрямую влияет на женскую самооценку. Даже если женщина давно находится в отношениях и не утратила свою привлекательность, отсутствие близости может заставить ее думать, что что-то с ней не так. Регулярная половая близость – лучший способ борьбы с заниженной самооценкой. Ведь это помогает женщине почувствовать себя привлекательной и желанной. Ну что же, наверное, там у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся. Продолжение следует...